Ну что, друзья, всем привет! И мы продолжаем задавать вопросы интересным людям нашего города. Как вы знаете, у нас в Тольятти есть крутейший в России гонбольный клуб «Ладо». Гонболистки нашего клуба неизменно входят в состав олимпийской сборной и берут призовые места. И сегодня у нас в гостях олимпийская чемпионка игр в Рио-де-Жанейро, президент спортивного клуба «Ладо» и моя тезка Ирина Близнова. Меня зовут Ирина Долгополова. Вопросы здесь задаю я. Поехали! Ну, можно сказать, пешок меньше, чтобы меня нашли на улице. Ирина, расскажите, как вы пришли в спорт? С чего все началось? Все началось с того, что меня привели мои родители в спорт. Ну, можно сказать, пешок меньше, что меня нашли на улице. То есть ко мне подошел тренер на улице и сказал, девочка очень высокая, говорит, вы не хотите заняться гонболом моей маме. Предложил такой вид спорта, мама говорит, что это вид спорта, говорит, мой ребенок никогда так не занимался спортом. Так вот, переводите, посмотрите. Ну, вот так. Привела, посмотрели и остались на всю жизнь с этим спортом. Скажите, как вы оцениваете ситуацию со спортом вообще в том, что нет? Ну, на самом деле, если сравнить то время, когда я приезжала, пенгонбола и хоккея, футбола, я в нашем городе слышала мало других видов спорта. Но сегодняшний день, сегодня, вот, да, очень много разных видов спорта, которые действительно двигаются вперед. И такие виды спорта, как карате, вот, совсем недавно должна была наша девочка, Анна Чекнашова выступать на Олимпийских играх. К сожалению, это не получилось из-за положительного теста. Но, тем не менее, наши прославленные спортсмены из города Тольятти по разным видам спорта представляют именно наш город, нашу страну не только на чемпионатах Европы и мира, но и на Олимпийских играх. Я вспомню, тоже была секция гонбола, и я какое-то время ходила, тоже меня потом пригласила, потому что глазовали на учебу. Мы хотим свой дом гонбола, где будет базироваться наша команда, где будет не только площадка, где мы можем выступать, тренироваться и принимать матчи разного уровня, как европейского, так и чемпионата России. Но помимо этого, там, возможно, будет какая-то гостиница, тренажерные залы. Не знаю, это, наверное, мечта не только моей, это мечта вообще всех девчонок, кто играет в нашем клубе, чтобы не зависеть ни от кого и быть хозяевами в своем доме. Как вы относитесь к волонтерам? Как видите их участие именно в спортивных мероприятиях? Мне кажется, в любом виде деятельности очень тяжело без волонтеров, тем более, если это профессиональные какие-то игры или масштабные фестивали, как мы устраиваем для гонбола. Фестиваль гонбола, вот, кстати, наш стенд. В 2002 году первый фестиваль гонбола был в Монсольяте, и всегда нас поддерживают волонтеры, потому что приезжает очень много народу, и очень тяжело всех организовать. Ну и, не знаю, можно считать это волонтерством или нет, но я тоже иногда принимаю в акциях каких-то, в мероприятиях, всегда участвую, когда предлагают, когда просят. Ирина, я знаю, что в 2018 году вы были кандидатом в депутацию городской думы, и выборы в 2018 были очень сложные. Расскажите, были ли какие-то неприятные моменты, и какой совет вы можете дать мне? Ну, на самом деле, это такое дело тяжелое. Те люди, которые как бы в спорте, и вдруг предлагают попробовать себя в политике, на самом деле адаптироваться и переквалифицироваться очень тяжело. Но у нас был именно акцент дан на то, чтобы развивать спорт в нашем городе, в нашем регионе, и поэтому в нашей предвыборной агитации было много спортивных мероприятий. Какой совет я могу дать? Ну, наверное, держаться, потому что люди не все хорошие, и бывают и что-то за спиной могут сказать, и словом обидеть. Ну, не обращайте внимания, действительно, есть очень много хороших и добрых людей, которые всегда поддерживают твои начинания. Поэтому желаю огромной удачи, и пускай все получится. Спасибо большое.